Это программа «День с толком» в студии Елены Макаренко. Смотрите в этом выпуске. И огонь, и вода. Пока принимают меры, чтобы не допустить ухудшения эпидемической ситуации. Из-за паводков в край стартовал пожароопасный сезон. Очередь на год вперед. Клиника памяти, где помогают людям с деменцией, начала принимать первых пациентов. Зажигая звезды, в Барнауле открылся центр одаренных детей Юрия Башмета. Алтайский край продолжает тонуть. Жители региона в соцсетях делятся кадрами своих подтопленных домов и участков. Также много сообщений от водителей, ведь в некоторых районах сегодня дорог просто нет. Накануне между Барнаулом и Ключами подняли автобус, который утонул в талых водах. В спасательной операции были задействованы инструкторы алтайского клуба дайвинга. Почти вслепую они закрепляли тросы, так как видимость в воде была очень плохая. А так сейчас выглядит озеро Молоково Романовского района. Вода вышла из берегов. А это кадры уже из Первомайского района. Местные жители сняли, как вода размыла мост между селами Бажево и Березовка. Тут вот Барнаулка из берегов вышла. Также жители краевой столицы делятся кадрами, пусть и не такими впечатляющими, как во многих районах края. На видео Барнаулка начинает выходить из берегов. Ледоход на Аби пока не начался, вопреки заявлениям в соцсетях. Накануне в районе Старого моста были замечены подвижки льда. В Алтайском гидромедцентре толку сообщили, что на реке отмечен рост уровня воды. А ледоход специалисты ожидают в конце этой недели или в начале следующей. Примерная дата – 10 апреля. Как сообщают специалисты, вчера мы вошли в период теплой погоды. Она сохранится на территории Барнаула как минимум две недели. В этот период не ожидается существенных похолоданий и осадков. Температура днем составит в среднем плюс 15 градусов. И в этот период ожидается интенсивное снеготаяние. В Алтайском крае продлили режим ЧС из-за паводка. Такое решение было принято накануне на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве региона. Его участники обсудили паводковую обстановку в крае, пути решения последствий подтопления и объявили о начале пожароопасного сезона. С сегодняшнего дня в шести районах края должны соблюдаться особые меры безопасности при обращении с огнем. Тему продолжит Данил Кузнецов. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с паводком, продлен в Алтайском крае. Об этом заявили на комиссии по ЧС. На сегодняшний день ситуация в определенном смысле стабилизировалась. Количество затопленных домов уменьшилось в пять раз по сравнению с пиковой точкой. Однако рано делать какие-либо выводы, поскольку в регионе сохраняется еще множество участков, где снег не растаял, утверждают члены комиссии по ЧС. Это Верховье аллеи, это северный наш район Буровы, соответственно, Каменский район остатки, то, что находится в Барах, и также все, что находится на Салаире и Бийской зоне Алтайского края, вот это все в ближайшие эти 10 дней будет интенсивно таять и, соответственно, определит основную приточность во все водные объекты. В первую неделю половодия от наводнения больше всего пострадали Михайловские, Немецкие, Национальные и Волчихинские районы. Несколько десятков людей из этих муниципалитетов находятся в точках временного размещения. Компенсации уже выплачено на сумму примерно 800 тысяч рублей. Сейчас спасатели работают в более чем 40 населенных пунктах. В 20 вода ушла полностью. Помогают не только людям, но и животным. Эвакуировано было более 700 животных. Это крупнорогатого скота, места, где отсутствовала вода. Значит, мелкорогатого скота 90 голов, свиней 40 голов, лошадей 1 голова погибло. Взрослых свиней 7 голов, значит, поросят. А 14 голов, мелкорогатого скота 5, из них одно взрослое животное, остальное молодняк. Трупы вскоре ликвидируют, чтобы не допустить эпидемии животных. Есть превентивные меры и касательно болезни людей. Вскоре в районных больницах проведут противовирусную профилактику, фагирование и вакцинирование от гепатита А. Причины веские. Отобрано 157 проб питьевой воды, 80 на микробиологические показатели, 77 на санитарно-химические, но вода у нас идет нестандартная. 10 проб у нас нестандартной воды по микробиологии и 5 проб по санитарной химии. Муниципальным образованием и ресурсоснабжающим организациям выданы предписания по проведению мероприятий, то есть флагирования. Сильно пострадала и инфраструктура региона. Проблемы с транспортным сообщением были на 15 участках дорог в 10 районах. В настоящее время не восстановлено транспортное сообщение. В том числе по схеме временного проезда на 8 участков автомобильных дорог. Сразу оговорюсь, что на 3 из этих 8 участков буквально в ближайшие полчаса движение будет открыто. Выполнены первоочередные аварийно-восстановительные мероприятия на мосту села Волчхов. Между тем, в Алтайском крае с сегодняшнего дня начался пожароопасный сезон. Постановление правительства коснулось Волчхинского, Егорьевского, Ключевского, Михайловского, Рубцовского и Угловского районов. Самый высокий риск возникновения очагов воспламенения по всему региону начнется с 12 апреля. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайской краевой психиатрической больнице открыли отделение психосоциальной реабилитации. Это первая в регионе так называемая клиника памяти. С апреля здесь первые пациенты приступили к курсу по восстановлению когнитивных способностей. А в целом в клинике будут помогать людям, прежде всего страдающим деменцией, таких в крае около 7 тысяч. Попасть в программу может кто угодно, услуги бесплатны. Поэтому в клинике из желающих ими воспользоваться уже образовалась очередь на год вперед. Подробнее в сюжете. Это не бездельники. Это пациенты клиники памяти и они не просто лежат. В кабинете релаксации они занимаются психоэмоциональной разгрузкой. Важная часть в реабилитационном процессе при лечении памяти. Теперь вам нужно будет приподнять таз на несколько сантиметров. Отбирайтесь в упражнение на пятки, локти, плечи и шею. С возрастом, ну и после болезней всяких разных, у нас бывает так, что помню, не помню, куда пошла, забыла. Что-то там нужно было прочитать, рассказать, забыла. Ну и я вот думала, да что же мне такое сделать и куда бы мне обратиться можно было, где вот эту память как-то восстановить. Но не было. И тут я в интернете увидела объявление. Вы знаете, поначалу я не поверила. Клиника памяти особенно тем, что здесь предлагают комплексную медико-психологическую помощь людям, имеющим проблемы с запоминанием информации в координации движений или в других функциях, за которые отвечает нервная система. Отделение открыли в одном из действующих капусов психиатрической больницы имени Юрия Эртмана по инициативе министра здравоохранения Алтайского края. Отремонтировано не только вот это помещение и закуплено оборудование, а также будет предоставлена и уже предоставлена наша диагностическая база, лечебная база этой зала лечебной физкультуры, физиоотделения и клиническая лаборатория. С 1 апреля здесь начались занятия для первых 25 добровольцев, которые прошли отбор и у которых выявили, какие показатели требуется улучшить. Мы работаем по предварительной записи, наши сотрудники ведут специальный журнал, где помечают всех желающих, которые хотели бы записаться в эту клинику памяти. На сегодняшний день у нас запись идет уже, наверное, почти до середины 2025 года, то есть очень много желающих. Людей поделили на три группы в соответствии с уровнем сложности нарушений. В расписании есть консультации психологов и психотерапевтов, занятия ЛФК и по необходимости физиотерапевтическое лечение, но и после окончания курса, а он продлится 6 недель, пациентам выдадут домашнее задание для постоянных самостоятельных упражнений. Коза, вилка, заяц, коза, вилка. Чудесно, до одной руки закончили. Вылечить те нарушения, с которыми к нам приходят, невозможно. Это уже нажитое годами, иногда это последствия соматических каких-то заболеваний, но так или иначе полностью вылечить это невозможно. У нас программа реабилитации, то есть наша задача улучшить когнитивные функции с того уровня, на котором к нам приходят наши пациенты. Тем не менее, возможность поправить свое ментальное здоровье бесплатно есть у каждого, если знать как. Клиники памяти предлагают не только консультации, но и диагностику состояния, медикаментозное лечение и наблюдение врача в течение лечебного курса. Комплексная помощь в восстановлении способностей мозга теперь доступна для жителей Алтайского края. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов, День с толком. В апреле по традиции проводят месячник санитарной очистки. Накануне к акции «Чистый четверг» присоединилось более 7 тысяч барнаульцев. Горожане приводили в порядок скверы и другие общественные территории. Подробнее далее. Массовая уборка города. В ней принимает участие более 7 тысяч барнаульцев. Студенты средних и высших учебных заведений, сотрудники предприятий промышленности и торговли, управляющих компанией и органов ТОС. Им в помощь задействовали 65 единиц спецтехники. В итоге за один такой «Чистый четверг» вывезли больше 60 машин с мусором. В основном ребята шли добровольно, по желанию. То, что назначение это довольно-таки редко случается. Потому что всем ребятам интересно провести время друг с другом и помочь как-то обществу. Это формирование все-таки гражданской ответственности, активной студенческой позиции самих обучающихся и воспитания каких-то моральных принципов. Всем же приятно видеть чистые улицы, красивые дороги, красивые парки. Участники акции собрали мусор, убрали снег и песок после зимы на аллеях. Рабочие приступили к установке садово-парковых лавочек, урн и малых архитектурных форм. Всего уборка проходила одномоментно в трех районах – Ленинском, Индустриальном и Железнодорожном, а также на набережной города и других знаковых местах Барнаула. Каждую неделю будут проводиться чистые четверги. Их будет всего четыре. И, так скажем, финишной чертой – это будет проведение общегородского субботника. Он запланирован у нас на 26 апреля. Власть Барнаула призывает людей активнее присоединяться к таким генеральным уборкам. Ведь чем чище улицы города, тем приятнее в нем находиться. Дмитрий Дроздов. День с толком. Больше сорока жителей края были удостоены сегодня высоких государственных и краевых наград. Среди награжденных – промышленники, медики, военные, представители общественных организаций и волонтеры, а также представитель пищевой отрасли, который посвятил своей сфере больше сорока лет жизни. Наш следующий сюжет – об обычном зерносушильщике, беззаветно преданном своему делу Сергею Булгакове. Сергей Михайлович был сепараторщиком, бетонщиком и зерносушильщиком. А сейчас, в свои 65 лет, трудится аппаратчиком обработки зерна на элеваторе. А тут не очень сложная система. Здесь всего лишь две нори, сепаратор, три вентилятора, два горячих, один холодный. Нори – это который подает зерно. Одна подает в шахту, другая забирает из-под шахты. Это рабочее место Сергея Михайловича. Он запускает вентиляторы для просушки зерна и поддерживает нужную температуру в шахте – 100 градусов по Цельсию. Смены длятся по 12 часов в сутки. Когда здесь работа закончена, Сергей направляется на помощь товарищам по бригаде и берется за другую. Прежде он был наставником для своего нынешнего начальника смены, который тогда только осваивал профессию. В основном по сушилке он мне подсказывал, как правильно, как температуру держать, как весь процесс сушки. Нет такого, что прям начальник и подчиненный. Ну, взаимозаменяемо, в общем. Эти же сушильщики у нас стоят на выгрузке вагонов. Ладно, сейчас там, да, выгрузка, все механизировано. Когда я пришла сюда, у нас выгрузка вагонов еще была. В скрытых вагонах мы выгружали зерно, которое открываешь дверь, и потом мехлопатой оттуда выдвигается. Это тяжелый труд был. Работник тяжелого труда за выслугу лет и преданность своему предприятию вошел в число людей, которых удостоили высоких государственных и краевых наград. Торжественная церемония награждения состоялась в зале заседаний правительства края. Стаж работы в отрасли Сергея Михайловича составляет 43 года. За рабочую смену у бригады просушивают до 300 тонн зерна. И страна, и край заметили ваши результаты работы, заметили ваши усилия, заметили ваши проявления, отметили их и таким образом выражают свою признательность и благодарность. Награду за заслуги в пищевой и перерабатывающей промышленности учредили 4 года назад, и Сергей Булгаков стал вторым на этом заводе, кто ее удостоился. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. Голосование за благоустройство общественных пространств по нацпроекту формирования комфортной городской среды продолжается в Барнауле. В нем приняло участие уже свыше 30 тысяч горожан. Больше двух тысяч пожелали преображений Сиреневого бульвара, который находится в индустриальном районе Барнаула. Сиреневый бульвар или, как его прозвал народ, просторный тротуар. В голосовании за благоустройство по нацпроекту комфортная городская среда эта территория входит в топ-3. Это одно из тех мест в индустриальном районе, которое стало давно излюбленным для жителей и гостей района. В теплое время года, в вечернее время, в выходные дни здесь всегда много людей. А если объект победит в народном голосовании, людей здесь будет еще больше. Ведь по проекту вдоль бульвара должны разбить цветники и газон, высадить кустарники и крупные деревья. Также здесь положат новый асфальт, обустроят детскую и спортивную площадки, установят опоры освещения, скамейки и малые архитектурные формы. Для нас очень важна эта территория. Здесь необходима реинновация. Достаточно большое количество идет обращений как от пациентов, так и от жителей ближайших домов о том, что они бы хотели, чтобы здесь появилась наконец-таки зеленая благоустроенная зона, в том числе и с возможностями для развития здоровья. С начала голосования свой выбор уже сделали более 30 тысяч барнаульцев. Лидером народной поддержки остается территория за торговым центром Европы. За нее отдали свои голоса порядка 5 тысяч человек. На втором месте рейтинга сквер на улице Аванесова. Его поддержали более 2,5 тысяч граждан. На третьем месте сиреневый бульвар, набравший более 2 тысяч голосов. Продлится голосование до 30 апреля. Дмитрий Дроздов. День с толком. Знаменитые на всю Россию исполнители будут обучать юных, одаренных музыкантов края. Это стало возможным благодаря открытию в регионе образовательного центра Юрия Башмета. Там с талантливыми детьми несколько раз в месяц будут заниматься преподаватели разных музыкальных направлений. Подробности в следующем сюжете. Музыкой можно очень много всего рассказать. То, что нельзя выразить в литературе, например, или в искусстве. То есть это не только язык, как язык. То есть это еще и какое-то ментальное общение происходит. И мне очень нравится присутствовать в этой сфере. Для этих одаренных детей музыка – не пустой звук. А музыкальные школы, можно сказать, второй дом. Теперь юные таланты стали на шаг ближе к мечте стать знаменитыми исполнителями. Помочь в этом призван новый образовательный центр, который открыли в Алтайском крае. Подобные ему учреждения впервые начали появляться в 2013 году благодаря проекту Юрия Башмета. В Барнауле с концертной программы известный российский артист играл в позапрошлом году. В том концерте играла одна из выпускниц нашего музыкального колледжа Валерия Абрамченко, которая сейчас работает в коллективе Юрия Башмета. И решили, что у нас очень серьезный уровень преподавания, и поэтому можно развить систему поддержки юных дарований в Алтайском крае. Серию первых мастер-классов и концертов открыла программа с участием Дмитрия Маслеева, одного из ведущих пианистов России и мира. Ему и другим преподавателям, а также обычным слушателям, которые пришли на гала-концерт, свою программу представил и каждый из молодых талантов. Школа Башмета работает по всем направлениям, и мы будем сотрудничать и с преподавателями народных инструментов, домрами, лайками, баянами, аккордеонами. Это будут и пианисты, как, допустим, завтра Дмитрий Маслеев, он будет в музыкальном колледже работать с пианистами города Барнаула и Биска. Мастер-классы будут идти несколько дней. Наблюдать за тем, как взаимодействует ученик и педагог, смогут преподаватели музыкальных школ и родители. Занятия с разными знаменитыми исполнителями планируют проводить 2-3 раза в месяц. Взять урок у музыкальных мастодонтов сейчас может попробовать любой ребенок, обладающий определенными навыками игры на том или ином инструменте. Для этого нужно отправить заявку с видеодемонстрацией в Алтайский государственный музыкальный колледж. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok